Даниэль, я хочу с вами поделиться, что в нашей передаче это первое интервью записано на территории Доминиканской Республики. И первый вопрос, который я хочу задать вам, чем так привлекательна Доминиканская Республика для тех людей, которые сюда приезжают? Прежде всего я тебе скажу спасибо, что первый раз я говорил о твоей Доминиканской Республике и о тебе и я. Это типа твоя, как это, новораздённая программа в Доминиканской Республике. Это великолепно. Ты знаешь, чем привлекательна моя страна? Конечно, что я тебе скажу, что это самая лучшая, самая, что ни на есть великолепная страна в мире, как и все остальное на этой земле. Но в любом случае, моя страна, она привлекательна, она имеет некое, некое такое, знаешь, то, что называется шарм, о котором каждый турист, который приезжает, он его ощущает. Он ощущает, что есть действительно это шарм, что это вот привлекательность, это улипки, которые на каждом шагу ты видишь у людей. Это так называемое, знаешь, море, то есть свет, о котором мы мечтали всю жизнь. Притом Карибское море, оно особенное, да? Оно не такое, как все моря. Это точно, это точно, это правда. Хотя, хотя есть море красивее везде. Да. Но так как ты меня спрашиваешь о моей стране, моя страна, естественно, мы живем со счет, опять же, туризма. То есть здесь туристическая отрасль одна из главных? Это главное, давай так скажем. Это главное, потому что она, это статья дохода очень многих людей, это кормит очень много людей. И естественно, если мы живем от этого, мы должны делать с этого уголька то, что реально хочет турист. И не только со стороны бизнеса, но и то, что люди получали тот счастье, кусочек счастья, который он ожидает на эти 15 дней, этот месяц, который он приехал сюда. Да, чтобы на то время, когда они прилетели, это для них был праздник. Да, точно. Поэтому ты видишь, когда ты едешь на какую-то гостиницу, ты видишь вдоль плажи, ты видишь вдоль улицы там, допустим, Санто-Доминго, ты знаешь, что Санто-Доминго по ночам есть улица, называется Малекон, в которой каждый вечер есть праздники, есть вечера, есть танцы, есть музыка. Естественно, в этом и есть то, что мы говорим так, грубо говоря. Вот таким образом мы поймаем турист, и этот турист хочет приезжать сюда еще раз. Вот, поэтому, особенно, допустим, эти мальчики, да, этих девочек, которые ты видишь в весне, они хотят видеть туристов, они хотят, чтобы вы действительно приезжали второй раз. То есть в этой стране туристов уважают? Уважают и любят, это точно. Да, когда ты мне тоже тогда сказал, что, ну, говорю, первый раз, ну, дорогой, тогда я должен делать так, что ты здесь желал приходить еще раз. Вернуться. Вернуться, что ты хотел вернуться. Не потому, что я здесь в своем соберении, да, что ты, мне нужно этого, но и вся страна это нуждается, понимаешь? С улыбкой, с хорошими отношениями, это то, что надо, понимаешь? Да. Вот. Есть некие другие, есть некие другие вещи, о которых мы не видим, да, но оно же есть тоже, это привлекательность, да, оно имеет привлекательность. Допустим, каждый турист, который сюда приезжает, он тоже, ему привлекательны кофе, который он видит здесь, потому что очень много людей любят кофе. То есть это какао, который, ну, нет человек, который не любит какао. Здесь выращивается. Выращивается, это какао, это кофе. Тоже сахар, да, если ты видишь, когда ты, допустим, в сторону Сан-То-Домико, когда ты едешь, ты видишь просто, ну, километры, километры со километрами, десятки километров один, ну, тростник, сахар. Если ты едешь, допустим, в Сивао, ты увидишь там какао, да, целых плантасов, один какао, да, или там тоже в другую сторону, в горах кофе, значит, или там юго-сапад тоже, как кофе. Один кофе, и здесь действительно хороший кофе, и поэтому оно привлекательное. А вот в каждой стране есть мифы и правда. То есть мифы – это то, что обычно говорят там по телевизору, да, там что-то убивают людей, грабят людей. Есть правда. Вот какие мифы и какая правда есть о Доминикане? Вот что обычно? Ты знаешь, что я всегда, вот недавно тоже клиент, разговаривал с ним, ну, час назад, по-моему, два часа назад. Даниэль, ну, каждый раз, ну, мы лезем в интернет, и нам говорят, что здесь есть сезон дожди. Я говорю, какой сезон дожди? Покажи мне это сезон дожди. Вот сейчас сезон дожди, когда светит солнце. Говорят, говорят, что это здесь сезон дожди. Но для меня, я считаю, что это мифы, придуманы неизвестно кем, которые нет. Есть одна интересная вещь, особенно в этом районе. В этом районе, особенно в Пунта-Канаде, ты днем видишь солнце, много, и видишь тучи какие-то, но дождь не пойдет, пойдет ночью. В основном ты видишь, что это, типа, нету дожди, типа, почему не идет дождь уже месяц, допустим, или там три недели, или что такое, но оно идет ночью, когда ты спишь. Да, мы в Доминикане уже одну неделю, мы не видели ни одной капли дождя еще. Но оно было ночью. Было, да. Мы проспали все. Да, проспали. Да, да, но так и есть. Кроме того, реалии, которые тут есть, я хочу, я тебе скажу откровенно и со всей ответственностью, реалии в этом районе то, что здесь ничего не происходит такого. Здесь спокойно, здесь. Спокойно. Но это как во всем мире есть какие-то районы, которые, ну, они неблагополучны, как и любая капиталистическая страна, она имеет такие районы, которые, ну, не то, что ты ходишь туда и там убивают. Там, естественно, другая реальность. Но турист здесь, он должен быть, должен быть и он должен чувствовать себя уверен, потому что оно так и есть. Да, поэтому нет повода для того, чтобы, допустим, какой-то турист здесь, не потому что я доминиканец, потому что я уже это знаю и вижу, да. Ну, просто нужно естественно, естественно, нужно аккуратно себе вести, потому что если, ну, не дай бог, человек там, например, ты понимаешь, что бывают туристы, которые любят выпить и хорошенько выпить, вытащить деньги. Да, да, и показать, что у меня есть. Это не нужно. Естественно, есть такие люди, как и во всем мире тоже, которые этого только ждут, таких моментов для того, чтобы, типа, как это называется, ну, использовать этот момент. Но о том, что тебе будут нападать там, нет, такого нет. Опять же, если, не дай бог, человек какой-то, мы не хотели бы, конечно, этого, что там наркотиками или что-то такое там, связан, то и эти люди будут иметь проблемы. Понимаешь? Да. Вот, но если человек приехал сюда, ну, человек, скажем, да, воспитанный культурный человек, и он приедет за отдыха хорошего, ну, и здесь его получишь. Отлично. Это 100%. Даниэль, но было время, когда вы уехали из этой страны, несмотря на то, что она солнечная, здесь красивое море, и как так получилось, что человек, рожденный в Доминикане, уехал, еще и русский язык выучил? Да. Это некая, да, интересная история для меня, для моей семьи, да. Понимаешь, в чем дело? Я хотел учиться. И в моей семье, нас много деток, нас 8 детей дома. 8 детей. И у моей мамы, как и у моей папы, была мечта, чтобы мы все были профессионалы. и, естественно, мы не были богатой, богатая семья, но очень гордые, очень гордые. и, естественно, что моя мама нас воспитала, как и папа тоже, что мы должны всегда постараться иметь мечты и их достигать. Вот. То есть в вашей семье говорили, что у человека должна быть мечта. Ну, мечта реальная, о которой он должен его ощущаться. Да. И эта мечта, моя мама нас сюда, ну, постоянно, вы должны учиться, вы должны быть профессионалами, вы должны доказать, что вы умные люди, что вы можете. Так? Так вот, и я, как и мой брат, и я уже были в университете здесь, и моя сестра тоже уже поступала, и должна была поступать еще четвертая, вот, и уже деньги уже были очень, очень короткие, вот, и я говорю маме, говорю, я уеду, я уеду, учиться где, там можно учиться бесплатно. В дальнее путешествие. я уехал, я уехал, прежде всего, я уехал, не знаю, куда я попаду, естественно, без, без знания языка, вот, потому что нас, мы уехали вот так, не знаю, ну, ты знаешь, это был билет в один конец. В один конец, это точно. Это точно билет в один конец, о котором мы говорим, ну, едем, значит, если едем для того, чтобы достигать что-то, это надо достигать. вот, если условно, я тебе скажу, что это нелегко. Да, уехать, не знаю, куда. Да, и ты не знаешь ни одного слова, той стране, где, куда ты попадешь, да, ну, вместо этого, говори, то, естественно, никому не будет легко. Какой он, не будет человек, допустим, очень, очень крепкий, психологический, очень, очень такой, знаешь, который всегда решает своих проблем. это как шаг в пропасть. Точно, да, вот, но, я не знаю, но мы люди, мы сильны все равно, все люди очень сильны, и каждый, у нас проявляется этот характер, решать те проблемы, которые нам надо, когда мы уже видим, но у нас нет другого выхода, у тебя на тип, я на сад не пойду, да, я не могу уехать на сад и сказать, что я не достиг этого. Понимаешь, это была моя первая, потом, да, тяжело, тяжело, тем более, с этой зимой, зима, ну, ну, ты же понимаешь. А кто-нибудь, вот, допустим, из ваших одна классников, кто с вами учился в школе, кто-нибудь еще так же поехал, как и вы из Доминиканы? Нет, нет, нет. Вы один? Я, я уехал сам, ну, уехал сам, скажем, ну, были другие люди здесь, доминиканцы, которые уехали, но я их не знаю, с самого начала, мы их встретили там, да? А там это где сразу такое? Ну, мы попали сначала в Москву. Москву? Да. С Москвы там... Это какое время было? Это в 81-м году. Когда я родился? Когда? По сути, это была моя страна, где я родился, это было СССР, Советский Союз. Четко. То есть, подожди, значит, ты приехал, то есть, ты родился. Да. Кстати, какой месяц, если мне сократить? Октябрь. Октябрь, то я приехал в сентябре. Вот, я еще не родился, да. Представь себе, ну, значит, ну, понимаешь, из всего мы, люди, да, со своей желанием делать хорошие вещи, выходят великолепные, интересные, что-то достойно рассказу потом своим, своим детям, внукам, друзей, смотри, сказать, смотри, было тяжело, но я все равно сделал, а ты может лучше, ты можешь, потому что у тебя есть, у тебя есть больше, как это называется, больше шансов, шансов, у тебя больше, у тебя толкаю, у тебя есть возможность. У всех есть возможность. Да. У меня не было возможности, но я сделал, значит, ты можешь. можно создать возможности. да, это так. И я и так говорю всем, всем людям, там, молодые, девушки, мальчики, которые хотят, что-то достигать, просто надо хотеть, просто надо видеть свое. То есть, если, допустим, нет возможности в том месте, где ты живешь, можно поехать туда, где есть возможности. Конечно. Любой человек может отправиться. Конечно, может. Я считаю, я тебе хочу сказать, я считаю, это просто, ну, берем тебя. Да. Да? Но ты же тоже. Тоже поехал. Ты тоже поехал, правильно. Ты тоже грешил, ты тоже видишь, ты тоже делаешь красивых вещей, понимаешь? Тоже было страшно. Да. Но тем не менее, ты делал. Смотри, какие страшные, но смотри, какие вещи красивые ты делаешь. Какие репортажи ты делаешь. Из чего-то страшного, можно делать что-то красивое. Понимаешь? И потом то, что страшно, начинаешь любить. Да. Это, 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 это одна из законов природы. Да. Если оно, естественно, для добра, да, ты это полюбишь. Да. Ты это, я, я позволю себе сказать что-то, я безумно благодарен, дай мне пять секунд, ты сказал, я безумно благодарен этих людей из России, из Казахстана, из Мелоруссии, из Украины. Которые вы встретили. Да, которые мы встретили там и люди, которые мне помогали, потому что, допустим, там, где я утихал, я после Москвы, в Москву, да, я уехал в Гарков. Да, но там было, ты знаешь, раньше было, ну, ребята были из Магазана, из Казахстана тоже, я помню, что были ребята, из Ассерважана, из очень много стран, с которыми мы встретились. И я благодарен этим людям, они мне, они мне все помогли. Много хороших людей встретилось. очень много хороших людей, ты понимаешь, ну, во всем мире, я считаю, что во всем мире только они хорошие люди. Да. Понимаешь, И я желаю всем людям только встретиться хороших людей, понимаешь. И, да, может быть, я доменеканец, и для меня все хорошие, да, для меня все люди на свете хорошие. И я не говорю, что есть какие-то проблемы в мире, но они есть, но, если мы идем к добру, да, то мы встречаем добрых людей только надо иметь этот надежды ты сам скажи мне тут мы разговариваем и я тебе задаю встречный вопрос разве ты не видишь тоже на встречу постоянно хороших людей в каждой стране я приехал в доминикану и сразу мне здесь люди помогали понимаешь так стать и так любом стране я заметил что вообще люди любят помогать другим у них есть такая потребность помогать другим людям дело в том что есть я не знаю если ты почитал есть книжка или отрывок книга говорят что дело в том что человек который не умеет дарить добро или просто помогать он не умеет жить человек не умеет жить ему тяжело я зачем кому-то хочется ну что-то пишу было тяжело никому он несчастлив будет правда я я очень давно понял что если ты даешь что-то она не сразу тебя вернется но но потом многократно да и бы да я тебе скажу одна история маленькая я когда-то но еду по улице и меня женщина я хочу тебе сказать спасибо я не помню кто то здесь доминика но это там москве и я не помню говорит вы мне помогли я тогда я не могу вам сказать спасибо спасибо вы сейчас это очень давно я вам хочу сейчас вам сказать спасибо ну вот видишь бывает такое да понимаешь так что мы где мы не находились бы если мы делаем добро если мы желаем людям счастье ты ее получишь земля круглая все всегда возвращалась то что ты делаешь даниэль вот прилетели в москву 81 год сентябрь не зная русского языка не не зная даже спасибо сказать и каким образом вы смогли разговаривать с людьми смотри дело в том что там ты не поверишь ты разговариваешь по испанский человеку ну были преподаватели которые тебе встречали были знали испанский язык они стали паски но они извини меня это они тебе отвечали по-русски понимаешь но ты был вынужден да я приехал сентябре уже седьмого ноября празднику я должен быть уже разговаривать я должен быть уже разговаривать потому что если ты не разговариваю ты не можешь найти девочку да ты не можешь кушать или может готовиться к циму потом один надо покупать вещей который тебе нужно тебе надо было я все эти все этим людям если меня кто-нибудь увидит там что такое я просто говорю спасибо спасибо всем кто нас сейчас смотрит да все честно говорю это блика была страна и это сейчас эти стране отдельные это великие стране всех о котором я я считаю что потому что вы есть я есть тоже понимаешь так что я спасибо даниэль а тогда в доминикане был такой туризм как сейчас насколько я знаю советского союза нельзя было путешествовать тогда в доминикану как это можно сейчас вот из россии да такое такое безусловно не было из и доминиканская республика была тогда немного ограничено с туризмом был более менее развит этот туризм в на севере из сша прилетали сюда и саша привитали привитали с канады не так но но было очень ограничено и такое были такие мне так этот бум туризма он начался там после 80 85 90 годах люди начали путешествовать люди начали путешествовать люди наверно лучшим люди осталось и полюбили этого дела кроме того вот это когда открылись двери там на советском союзе и все эти страны их там начинали путешествовать тоже это все начало тоже развиваться очень сильно все лишь поэтому я считаю что слава богу и из сама по себе больше разбить и она именно здесь пункта кана начал это движение от сюда туризм пошел больше сильнее более более как-то более графинирование более более естественный да потому что ну опять же этот у нас есть человек очень знаменитый и очень уважаемый райнер и его фамилия это тот человек который создал все это для меня он создали и он действительно это 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 гуру понимаешь это тот человек который надо приходить и сказать знаешь спасибо и и научиться в этом человеке он 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 с этого диана вместо который было просто не что я что джунглы сделал просто великолепные вещи аэропорт посмотри какой аэропорт это человек делал и оттуда и началось понимаешь он молодец вот и оттуда естественно но и портоплата и сама на а потом сейчас развивается это южная часть доминиканы для санта доминго ну дальше туда ближе к границе там бараона носила барау асула рауна цветы городов где есть великолепный красивейшие пляже красивейшие пейсажи которые таких очень трудно найти в мире таких вещей она пока она пока как называется детстве я тебе приглашаю еще туристы не стоптали эти дата тут не вообще там нету почти туристов ты приезжает туда и километры 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 плажи писан никого нет я тебе предлагаю тоже туда подъехать и посмотрю что тебе будет великолепно там и озеро великолепно очень большая большая озеро там этих гор их высоких там этот есть даже там плажи черная этот вулканический песок но песок а эти такие крупные такие как как будто да но она черная и великолепные вещи поэтому добро пожаловать туда спасибо как и сюда тоже в пункта кана я прилагаю всем всем твоим гостей твоего программы что здесь пункта кана как и портоплата как и монте-кристи санта доминго везде мы сам она это шанчужина местах которые просто были колебны но мы уже с юлей поняли что мы сюда вернемся и не сами а еще и друзей возьмем чтобы показать на страну и я почему я тебе хотел сказать что я тебе говорите что ты вернешься но следующий раз как ты вернешь я надеюсь что скоро мы с тобой поедем я тебе покажу места которые ну некоторым людям показывается туристы их не видели туристы не видели здесь есть даже места гейзери у нас есть тут они ну туда ну надо знать мы знаем потому что знаешь мы едем мы не приезжаем допустим на 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 месяц или на на 15 дней да мы здесь живем поэтому ковыряемся везде и понимаем где есть туда эта страна только на карте маленькая на самом деле она огромная огромный остров да я тебе хочу сказать что и здесь потенциал для эко-эко туризм тоже великолепный а самое интересное всего этого что экотуризм который можно развивать и здесь и который можно посмотреть и ты его имеешь ну со два часа два часа поехать имеешь великолепные вещи вообще сосуда великолепные вещи ты имеет даже даже снег может посмотреть то есть здесь такие высокие горы есть да 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 есть зимой там моя моя дочка по я просто просто или как декабрь до новых он они поехали туда и она говорит и меня говорит она не никогда не было так холодно опять же дуэт ветер дикий на и этот холод ноль градуса ты представляешь что такое но это просто невероятно но тем не менее хорошо и это это пишет там нету ничего другого кому кроме твоих двух но ну интересно представь себе подниматься 17 километров только идти для того чтобы достигать а по-другому река ну классно понимаешь то есть это и можно посмотреть да даниэль у вас есть бизнес доминикане у вас есть свой собственный отель у вас есть два отеля за пределами доминиканы как пришла идея создать свой отель и развивать вот именно этот бизнес смотрите я всем говорю что надо тоже как-то постараться всегда смотреть по сторонам бизнеса я достаточно давно да но мне нравится этот бизнес гостиничный бизнес потому что он красивый это очень красивый бизнес у вас здесь прекрасная гостиница чистая аккуратно спасибо этот этот мне с моей женой я не помню или это она она наверно она мне сказала что давай сделаем гостиницу вот у меня тоже супруга говорит давай сделаем это давай сделаем то есть по сути жены они нас толкают на подвиги на на личностный роста они умнее чем они умели вот поэтому вот но этот бизнес родился я считаю из-за некое некое введение введение которые и из-за тоже какое-то желание давние такое желание сделать что-то похожее на то да слава богу у нас были какие-то возможности да и мы начали его ну вы начали мне не потому что пробовать мы знали куда куда пошли но вы начали с нуля получая у вас же не было миллиардов наследства и тогда многие люди как говорят я бы построил отель но у меня нет капитала вот они не думают что можно начать с нуля можно дело в том что можно и нужно и нужно и никому не должен будет вот это помогло вот но скажу что это все возможно а касательно моего места гостиницы прежде всего как она она во первых это глубокий анализ да это очень глубокий экономический анализ это маркетинговый такое исследование тоже глубокая которым мы с женой являются специалистами потому что много гостиниц умирает потому что туда никто не едет да а если ты извини меня не ну немножко не понимаешь в этом тубан будет иметь проблему это только люди говорят круто иметь гостиницу а сколько здесь задача там 3 дня о чем я и хотел тебе сказать это не есть просто я взял банану и продал да это надо понимать немножко я не хочу сказать что я больше всего знаю да ну но потому что я знаю специалистов просто специалистов которые нас ну на на соло то понимаешь меня есть пару друзей которые занимаются гостиницами сангей управляющие крупных гостиницы но это люди которые умнейшие люди и о чем на из это люди которые начинают работу с четырех часов утра и до 12 но и нас ночью и он и он просто это светило понимаешь я я видел как это человек работы да ну я мы с ним больше связями после того как я имею с собой свою гостиницу но я я понял что как много я не знаю да но слава богу что я понимаю что я много не знаю а эти люди они как-то помогали советами вам друзьям которые также и понимаешь я тот человек который даже если я знаю я послушаю этого человека который меня может что-то что-то сказать нового потому что я тебе скажу не между я это понимаю я это слышал подожди а почему не делал да вот этот человек опыт набрал и дорогу прошел да почему бы не спросить да вот я и у меня нет такого что типа я буду ниже тоньше у меня нет такого а все же говорят я это уже знаю я все знаю но никто ничего не делает понимаешь это неправильно это неправильно но тем не менее ну каждый естественно идет по своей дороге да и как он развивая свое дело так и он будет чистить свою дорогу да но касательно этого дела я тебе скажу что чуть-чуть наверное я период пойду твоего вопроса переехать сюда доминикану если я приеду туристическую страну и я буду заниматься не то что я считаю самое самое лучшее в этой стране естественно туризм а что я туризму на гостиница маленькая гостиничка я всегда занимался всю жизнь и малый бизнес да и предлагаю всем заниматься этим потому что малый бизнес это есть тот отрасли бизнеса который разбивает страну это есть тоже называются моторчик двигатель на и хотят любой экономики любого мира двое двое стране нет а как вы думаете какие примем преимущества у предпринимателя владельца бизнеса перед человеком который работает по найму на заводе в офисе и тогда понимаешь бывают люди которые удобно у кого-то работа не отличаться все то есть минимум ответственности у наемных работ местность но у него есть своя область своя волна статья он должен от ну отвечать за это на но дело в том что предприниматель это тот человек который он естественно ну я как предприниматель я тот человек который безусловно свободен более свободен да это есть одна из самая главная причина до преимущества или преимущества давай так скажем да спасибо что я свободен ну я должен понимать стоимость сколько стоит это звук у каждой свободы есть цена да то есть если ты не будешь ответственный человек будущее предприниматель тут и завтра будешь бизнес развалится и никакой свободы и никуда ты будешь тогда не там где на поэтому я считаю мой бизнес занятие чем я занимаюсь на это есть то что меня дела свободы это то что я я благодарю бога потому что я могу этим заниматься и у меня нет ограничений моего развития до пределов нет пределов нет можно делать я гостиницы 5 гости да если я будут наемным человеком у меня есть определенная переграда зарплата это всегда планка не только зарплата рост до рост я не могу выше чем хозяина пойти да когда я должен отойти и делать себе ну бизнес да и тогда и подняться да а предприниматель это тот человек который постоянно должен растить если вот такое правило и ты знаешь наверно в экономике да и финансов что в бизнесе ты не можешь ни при каких обстоятельства иметь этот как называется это ровно то есть без развития да ты не может иметь быть приходи вот и я уже успокоился все нормально всегда нужно развивать и должен описать потому что если ты вот так пришел на какой-то уровень если ты не развиваешься ты будешь пара да ты должен понимать что графика того твоего развития ты идешь она не может достигать своего как это называется когда ты уже все забыл по-русски это слово ты уже как ты уже успокоил спокойно тебе нормально достиг потолка все хорошо нет если ты вот так да все ты уходишь то есть фраза есть такая что не развивается то умирает то есть я разбиваюсь я должен постоянно всю жизнь всю жизнь я не должен остановиться но это не искать да вы танцы и есть тот кайф о котором ты постоянно хочешь ты видишь ты постоянно видишь что этот предприниматель этот человек это динамичный активный человек который постоянно но не может быть на месте он не может быть на месте мне очень нравится общаться с предпринимателями потому что это интересные люди которые постоянно растут и развиваются они должны да и это тот интересный человек потому что он завтра что-то нового должен знать если я осмотрю пример очень много людей мне говорят даниил а зачем ты людям говори свои секреты ну что у меня завтра будет миллион их еще раз у меня миллион идеи я могу давать свои идеи не ограничены не ограничены можно ими делиться естественно а многие люди говорят я не буду делиться потому что вдруг кто-то украдет мою идею ты знаешь это есть тоже самый пример который я тебе сейчас скажу и который может быть не уместны но тем не менее мы с тобой разговариваем это то что например но я не хочу что моя жена работала почему ты не уверен в себе ты боишься что тебе соберут свою жену что она тебе любит или любишь то же самое предприниматель то же самое понимаешь то есть ты ты не боишься потому что ты уверен в себе ты можешь завтра найти генерировать другие другие идеи о котором тебе дает дает этот как-то называется уверенность тебе создает этот этот это микро мира которым ты называешь счастье свое вселенное да да ну конечно безусловно мы это должны понимать что не все розово да не все до любого света как и ясно есть проблемы есть проблемные клиенты есть в экономике проблемы конечно да конечно предприниматель тот который все время решает с этим так про точно это есть тот человек который он мне как это говорят как моя жена говорит это не есть тот который остался посаде и ждал пока и сани 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 буду будет 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 кто-то решать нефига подобно только на себя нужно только на себя никто твою работу не выйдет ты никому не нужен и никому не должен сам да и это и это есть тот двигатель который помогает тебе жить до помогает тебе развиваться который тебе помогает помогать другим людям вот понимаешь и чем больше ты помогаешь другим людям тем успешнее становишься безусловно и не только в деньгах давай так скажем не только в деньгах деле потому что удовлетворение который каждый предприниматель не имею Я имею в виду тот предприниматель, который делает нормальные вещи. Есть предприниматели, которые занимаются другими делами. Не очень интересны. Интересны для них, но не для общества, допустим. Но надо иметь это в виду. Понимаешь? Так что я тоже. Это еще один вызов для всех молодых людей, для людей, которые интересуются бизнесом или что-то там. Кто хочет стать предпринимателем. Нельзя бояться. Но надо только пойти в свои цели. Определить его. Давай определим свои цели. Давай создаем этот микроклимат, который мне может позволить решать вопрос. И типа это нет. Но нет. Не так. Типа по головам. Ну, нет. Помогая другим людям. Помогая людям. Ну, никому не делая какие-то нехорошие вещи. Не так. Я имею свой собственный пример. Да? Я то, что имею, то, что я достиг, достиг своей потом. И я считаю, что я никому никогда не проходил дело. Я очень часто думаю, иногда медитирую, иногда занимаюсь своими делами. И я говорю, я кому-то что-то делал плохого или нет. Знаешь? Вот. Я думаю, что я никогда не делал плохого. И, наверное, поэтому я себе спокойно. Слава тебе Господу. Слава Богу, да? И я нормально в этом отношении. Да. Даниэль, бизнес, несколько отелей и пять детей. Как все успеваете? Пять детей – это достаточно серьезная семья. Это серьезно. И я тебе скажу, что на самом деле это тяжело. Это тяжело, потому что… нет. Но мы счастливы. Да. Мы счастливы. Я вижу это, господин. Этот вопрос, я сказал бы, тебе лучше ответит моя жена. Да? Но дело в том, что есть одна вещь, которая называется «responsability», как по-русски. Ответственность. Которую никто не отменял. Да. В семье. Да? И ты должен отвечать. Ты должен воспитать своих детей достойно. Достойно прежде всего. И каждый раз, каждый день, который ты видишь, новый день, который каждое утро ты увидишь, ты должен понимать, что у тебя есть эти детей, им их надо в школу, их надо кормить, их надо одевать. Да? Они хотят тоже пойти в кино. Значит, надо что-то делать для этого. Надо обеспечивать. Надо обеспечивать. Полноценно. Да. Полноценно обеспечивать. Правильно ты говоришь. То есть, и я, слава Богу, имею такую возможность. Не весь трудности, потому что трудности были всегда. Да. И они будут. Но самое главное, что уметь как, уметь их как-то решать эти трудности, да. Но, но, где ты, тебе требуют тоже очень много. Всегда требует внимания, время. Внимание, внимание, любовь. Да. Которые иногда ты, понимаешь, ты очень, Саня, ты, ты, понимаешь, ты не знаешь, что, что делать с временем, ты тут и там, ну и четыре ноги хотел бы иметь, или четыре руки, понимаешь, для того, чтобы решать больше. И сорок восемь часов в сутках. Да. Как минимум, да. И ты. Но ты не можешь. Ну, надо как-то. Знаешь. Ну, например, мы здесь. И встаем рано, ложимся поздно. Приезжает клиент, другой клиент, там, три-четыре часа ночью. И что? Надо вставать и поговорить, потому что он спрашивает тебя, знаешь, надо делать. Несмотря на то, что надо вставать шесть часов. Да. Чтобы где-то там готовить школу, что-то такое. Ну, там и не надо идти, поехать и их отвезти в школу. Понимаешь? Ну, мы делаем. Так что, все, все, что ты не делаешь, опять же повторяю, если ты делаешь соответственностью и любовью, оно получится. Да. Получится и прекрасно. И это очень здорово, когда, допустим, в течение дня много всего сделал, поздно лег и испытываешь вот это ощущение счастья. Да. Когда ты после звезды, да, в кровати, это ты почувствуешь страх. Ты уже, ты понимаешь, что ты, о, прошел другой день, но ты удовлетворил. Устал, хорошо. Вот лично для меня самое сложное и самое трудное – это ничего не делать. Вот когда я работаю, я счастлив. Когда я ничего не делаю, я вообще не знаю, как так вообще можно, как люди занимаются ничего не деланием. Я тебе скажу одну вещь. Было какое-то время, по-моему, два года назад мы приехали сюда, и мы жили в Касаде-Кампу, да? Угу. Ничего не делаю. Мы приехали, ну, мы приехали, чтобы это дело развивать, но не сразу. Мы хотели отдохнуть. Ну, неделю отдохнули. Хорошо. Второй неделю… Слушай, что-то не то. Тут что-то не то. Надо что-то делать. Надо… На второй неделе, как мы приехали, прошел восьмой день, восьмой день, да, я помню четко. Мы приехали двадцать третьего, не, седьмого числа. И уже пятнадцатого числа мы пошли искать место, ну, место, чтобы мы хотели, ну, где что-то покупать. Покупать землю и строить гостиницу. Да, 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 строить гостиницу. Все. Закончили, закончили лафа, закончили каникулы, все, работали. Угу. Понимаешь? И там были, ну, везде. Понимаешь? То есть, надо… Я всю жизнь не работаю, да? И… Я считаю, что люди живут для того, чтобы работать. И тогда эту работу тебе даешь возможность, чтобы эта жизнь, которую ты имеешь, она тебе облегчала эту работу. Не прошла, чтобы в пустую жизнь. В пустую, да. Понимаешь? Это мое мнение. Это мое мнение. Я, конечно, могу иметь, ну, есть люди, которые не согласны с тобой, но я считаю, что для того, чтобы полноценно… Жить. Жить, полноценно видеть значение этой жизни, ты должен работать. И приносить пользу обществу. Приносить пользу обществу. Потому что если этого не делаешь, ну, какой может быть, извини меня, ну, это не так. Ну, это можно сказать, если человек не приносит пользу обществу, он просто является паразитом. Паразитом. помнишь этот фильм да я не помню как называется где стройка была там это советское время можете не помнишь ли нету носу это то не отцы но ты не хочет быть у меня никто не хочет это поэтому надо просто работать и видеть значимость жизни в этом не очень люблю свою работу самое лучшее вот общаться путешествовать по миру и общаться с интересными людьми я я немножко завидую тебя по-доброму по-доброму завидую потому что очень хотелось бы хотя я очень много путешествовал работал в других странах видел много страны но хотелось бы еще куда-то пойти тебе по моему рассказал что у меня мечта есть поехать некоторых местах потому что это интересно я помню вот с детства я мечтал работать и путешествовать по разным странам очень мечтал общаться с разными интересными людьми и вот когда появился интернет когда появился youtube когда появились возможности как бы без значительных финансовых вложений начать транслировать что-то для других людей и создать канал в ютюбе это бесплатно ты просто нажимаешь кнопку у тебя создается канал и тебя могут смотреть сто тысячу десять тысяч сто тысяч человек вот и поэтому сейчас никаких нет границ слушай я я я я сейчас этот момент для меня великолепный смысле чем я не понимаю как как ребята делаю в ютубе что как они делаю это это я инженер электрончик но вот это вот то что ты сейчас сказал самого самого маленького возраста ты что-то хотел делать а ты сделал и меня интересно мне мне просто интересно тебе же удалось этот создавать тоже была мечта я очень мечтал показать супруги много разных стран в мире красивые места и так далее я не хотел чтобы у нас был ханимун один месяц я захотел чтобы у нас ханимун всю жизнь длился они сразу на мужа на своего и будут проблемы но не но это по-доброму ты падаешь но зато будет к чему стремиться да действительно не хочу это правда это правда но на мой взгляд мужчина он должен зарабатывать обеспечивать семью в любом случае работает жена не работает дело в том что несмотря на то что действительно ты говоришь жена работает или 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 не работает все равно я том что мы ну я я против женщин ничего не имеет да да не имеется ведут ну моя жена работает и я считаю ее тоже умнейший человек и больше меня знаю но мужчина его его природа такова что он 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 как называется охотник это тот человек который должен идти вперед сначала понимаешь и не потому что я не говорю что мы умнее не не менее я я ставлю женщины неком предистали я откровенно ты скажу более высоко больше чем мужской они они очень не женщина не всегда тебе говорит имя ввиду женщина который умная я не говорю да а человек который не имеет никакой развития умцами на я имею ввиду о том что это большинство женщин они всегда своему своим мужчине сухну человек который с кем они живут они всегда дадут самое лучшее решение до понимаете интуиция интуиция есть у них у них это блингер навидят там у них там это дело там в каком месте теле но у них что-то есть такое который всегда на допаду посидеть и подумать она же права и мы иногда пяти поп и сама чизн ну понимать слова на чизн да и за это если то что мы мужики и такие же мы не хотим слушать не так это неправильно я считаю что надо слушать тоже женщины и я считаю что если бы не было женщин смысл теряется чего-то достигать каких-то целей что-то делать а так понимаешь вообще ради чего да ладно не буду говорить потому что там уже любовь понимаешь да но тем не менее это правда да ты ты живешь я живу ради женщин давай так скажем потому что я хочу что моя женщина или женщины которые на меня смотрят они видели что я что-то стою да понимаешь а если есть оценка те женщины которые ты ищи уважаешь но это уже понимаешь это выше подход до даниэль и еще вот один такой вопрос как удается управлять бизнесом удаленно вот есть бизнес доминикане но если бизнес за пределы за пределами доминиканы каким образом удается управлять этим бизнесом да смотри этот вопрос мне очень много создавали и это непросто это непросто это непросто но я тебе скажу что это каждый может если ты готовишься к этому делу дело о том что у нас несмотря на что на то что я не говорю о том что мы понимаем немножко управление да ну вы специалисты по управлению мы специалисты по маркетинг мы там имеем какой-то опыт имеет и тому подобное да но есть одна вещь о котором мы считаем это дает своих плоды и это то что мы выбрали человек на этот человек с нами рядом вот тут вот тут работал этот человек работа с нами сделая все что мы делали то есть это человек мы говорили ты иди по суда ты или сюда ты делай так и так прошло очень много лет но человек тоже который мы выбрали для этого для этого для это для управления наших наш бизнес это человек тоже достаточно подготовлен опытный подготовлен подготовлен теоретически это человек который закончил университет с отличие надежный человек на этот надежный человек это 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 первое это первое потому что они если не надежны каким бы он не было лансы и может уйти просто это первое что ты тоже ты сказал этапе я говорю о старичный вещь то что он делает с умом да мы ее готовили кроме того что она ну мы скажем так мы выиграли ее дружбу и она выиграла нашу и и в этом естественно мы нашли какой-то какие-то точки соприкосновения это взаимодоверие но никогда не забываю что мы в бизнесе да это надо понимать да что мы друзья мы даже не только друзья мы кумы но есть одна вещь который каждый человек должен понимать грань грань где есть смешивать нельзя на бизнес это отдельно и отношения и отношений ну дружески да бесит одно и дружба дружба но как это вариант дружба дружба да да потому что если смешать то будет проблема будет большая проблема да так вот подготовить этот человек работая с нами бог бог человек я тебе хочу сказать что у нас там 94 процента санятость она не упала понимаешь это что-то говорит конечно мы знаем мы знали самого начала потому что мы сами управлялись это дело мы знаем какой у нас как а ну тебе наш потолок да мы знаем где потолок да мы знаем проблемы какие есть у нас сколько людей есть мы знаем какие вещей ну что нужно покупать и что не надо и этот человек знает что мы знаем так понимаешь значит все это когда ты соединяет в одном получается хорошо получается что человек понимая наша философия она выполняет нашу политику да понимаешь то есть имеем решение вопросы без без каких-то там абсурдных какие-то проблемы понимаешь да она она решается легко то есть главный секрет это именно люди которым можно доверять и на которых можно оставить дело и быть спокойным что там ничего не развалится точь ну и соответственно коммуникация канал коммуникации это skype наверняка да 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 каждый да каждый день ну и да конечно когда нету skype то есть письма да то есть но каждый день имеется вот это вот мы каждый день знает что там прессу да и это не потому что камеры там нет ничего такое да а потому что там человек который мы доверяем человек который знает понимаешь ты можешь доверять человеку но он не знает то есть удаленно возможно управлять благодаря команде которая у вас есть да хочу тебе сказать пару слов когда-то когда-то умный человек сказал что команде все да я могу сказать что я согласен даже могу сказать согласен 95 процентов могу сказать 90 но время от времени я говорю я сто процентов согласен с этим человеком конечно команда который ты выбираешь она тебе создает то что ты хочешь но ты должен создавать условие для этой команда если ты не и не создает то какая команда она не было бы она просто разбираться или будут какие-то проблемы ты знаешь о чем я то есть предприниматель который строит бизнес он должен быть еще и лидером способным создавать команду безусловно а в одиночку нельзя достичь того что можно сделать команде ты можешь да быть предприниматель предприниматель одиночка но ты не можешь и не можешь сделать очень много вещей о котором ты мечтаешь потому как ты можешь управлять самый одного допустим пример ну гостиничку маленькую да ты не сможешь у тебя должна быть команда о котором ты уже сказала тропинка по которой она должна пройти не забывая что это команда который ты создавал она тебе может тоже давать определенные идеи определенные какие-то советы о которых ты ее умный человек всегда открыть на любое на любое скажем на любой совет на любую критику да очень важно потому что если я не любую критику то то извиняйтесь то я не я считаю что я значит не не достоин да как развитие чего критика это лучший способ что-то улучшать и сусловно и зато да как ты хочет чтобы похвал был естественно это казино и сам себе похваливать и доводя на стык там что такое но ты должен иногда что тебе немножко открывали глаза потому что ты ты может быть не совсем все видишь понимаешь ты можешь быть очень умным очень как человек который очень подготовлен да но есть некоторые вещей о котором ты просто не знаешь или потому что не видел да и они из другого угла который тебе немножко труднее посмотреть на ты должен слушать других людей критично объективно и забывать в общем но большинство я сказал бы 90 процентов предприниматель должен быть объективный человек его субъективность это его это очень мало очень мало занимает его именно ну цель который там все остальное он зависит от вот это как называется вот внешних если скажем не жаль и свое он естественно он умеет это управлять понимаешь меня да вот чем дело если он этого суме управлять все эти вот вещи которые приходят из не да то это или самое величайшее понимание понимаешь я постоянно себя говорю я меня уже меня нет допустим 30 34 как тебя да да но 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 я всегда открыт я сама критик давай так я сама критик и и постоянно люблю что мне сказали я говорю людям скажи мне что у меня плохо то что хорошо я уже знаю и я на тебя не вижу да я тебя не вижу так что все вы нормально скажи меня что плохо понимаешь и когда человек меня говорит ты знаешь да у тебя в гостинице есть маленькая проблемка я вот у меня такие сразу уши такие локатор как локаторы блин что скажи мне пожалуйста скажи скажи что еще а что еще скажи у меня сказать что еще скажи пожалуйста люди я это могу потом исправить улучшить и улучшить понимаешь и результаты будут лужа и это человек просто не помогает понимаешь и это стоит деньги да и очень большие деньги это надо человеку сказать понимаешь вот спасибо дорогой они просто не так даниэль я хочу вам сказать большое спасибо за то что вы поделились информацией опытом о доминикане своим рассказом интересным о том как вы поехали с одним билетом в один конец за то что рассказали о бизнесе как человек с опытом и я думаю что многим нашим зрителям будет очень интересно наше интервью дай бог и я бы хотел чтоб многие из наших зрителей приехали в доминикану и познакомились с вами лично я во первых хочу сказать огромное спасибо хочу тебе сказать тоже что блин так мало мы разговаривали да хотел сказать очень много но я хочу для вас всех для тебя просто желать чтобы у вас было вот маленькое количество дней и приезжали доминикану это же что было очень много время для того чтобы развивать свое дело вот это самое что я желаю твоих гостей твоего программы желаю естественно счастья желаю крепкого здоровья всем чтобы могли бы свой бизнес развивать свой бизнес нужно крепкое здоровье это тоже это точно а тебе я просто как ты уже наш друг твоя семья наши друзья я просто две хочу сказать огромное спасибо огромное тебе спасибо что ты выбрал нас приезжая сюда доминикану и я я говорю своей жене блин надо ребятам было не что больше чтобы они чувствовали себя более удобно я хотел бы что-то на что они были счастливы были что они не чувствовали себя как тоскованный даже говорит ну мы тоже смогли дали но и мы будем давать еще больше не волнуйся это правда так что огромное спасибо спасибо даниэль ну вы так помогли нам и с вещами и перри с переездами и прекрасно мы с вами поужинали вместе я думаю что мы не прощаемся и и обязательно будем дальше развивать от или ты приедешь или мы приедем так что все нормально спасибо еще раз пожму вашу руку спасибо тебе спасибо и вам успехов друзья до свидания спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!